Перед началом ролика не могу не упомянуть о своем генеральном спонсоре, PanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и доступный ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. В этом видео поговорим о проблеме, которая является насущной для многих варкрафтеров. Люди заходят на стрим, и люди сами порой задаются просто-напросто вопросом, ищут какую-либо информацию в интернете, по типу, когда будут ключи для World of Warcraft нового дополнения The War Vizin, будут ли вообще ключи, и когда стоит их ожидать. В этом видео постараюсь полностью абсолютно обо всем рассказать, сравню некоторые продукты Blizzard и расскажу, стоит ли вообще ожидать коды, не стоит ли ожидать коды, и вообще будут ли они, и будут ли они при каких условиях вообще в принципе. Начнем же. На текущий момент март 2024 года, и если ваша учетная запись зарегистрирована на РФ или РБ, то никакие подарки вы не можете принимать, никакие покупки вы не можете совершать, никакие способы оплаты просто-напросто не принимаются. Недавно в магазине, если мы зайдем в игру, откроем магазин, появился сетик, а также можно еще маунты купить, если он у вас не имеется. Да, там указаны цены за рубли. Быть может, это оттепель, и скоро все станет нормально или как-то получше, но на текущий момент, даже если мы кликнем, ничего не произойдет. Во вкладке «Мы принимаем какие-либо способы оплаты» просто-напросто пропуск. Поэтому на текущий момент никак нельзя просто-напросто купить дополнение на свой аккаунт. Первый вопрос, на который мне предстоит ответить в этом ролике, будут ли физические издания игры, или будут только цифровые, которые будут покупаться в магазине Battle.net, или как-то там подарками пересылаться. Мы прекрасно знаем то, что компании слились воедино, сделку завершили, все окей, там кого-то увольняют, кого-то инвайтят по новой, полностью штат перебирают, крутят как хотят вообще сотрудниками, делают много-много-много различных мувов. Разные действия делаются в компании. Это факт. Но все-таки интервью там различные даются. И существуют разные новостные сайты. На одном из новостных сайтов в целом неплохая информация указана. И основываясь на эту информацию, я могу с 90% уверенностью сказать то, что физические издания будут, а следовательно, коды тоже будут. Вот. Оригинал этого текста и, собственно, перевод будет в левом, в правом уголке экрана. Подумаю, да, как правильно разместить рационально. Далее, значит, насчет кодов. В июне 2023 года вышла Diablo 4. LADER недавно вышел. LADER-ом это даже трудно назвать, если честно. Ну да ладно. Вспомним, что там было касательно Collector's Edition. Она даже не Collector's Edition, по-моему, называется, а Collector's Box. То есть вы просто-напросто покупаете огромную коробку, от которой даже нет кода игры максимального. То есть просто-напросто вам присылают там ништяки, типа свечка, коврик, там диски, артбук. Правильно, да? Там примерно такое наполнение у всех коллекционок, у Близзов вообще в принципе. Просто-напросто, основываясь на коллекционку 4-й Диаблы, кодов не было. И в самой коллекционке кода не было никакого. И вообще в целом никакого кода просто-напросто не существовало для активации Диаблы 4. Ну окей, ладно. Вы могли купить видеокарту, какую-нибудь там RTX, GTX, и вам выдавали код. Но это было мало в рамках данной акции. Поэтому можно смело сказать, что можно просто-напросто ориентироваться на коллекционку, которая будет посвящена The War Vizino. Но пока что она еще не была проанонсирована. Обычно коллекционные издания анонсят за полгода до релиза нового экспаншена. То есть если у нас выходит The War Vizino, ну например, в октябре, то где-то в апреле, в мае мы должны узнать, что будет находиться в коллекционном этом издании. Если в коллекционном издании будет код игры, то, скорее всего, и обычные коды будут. То есть подкрепляя всю эту мысль, просто-напросто говорю. А если в коллекционном издании The War Vizino не будет никакого кода, как это было с Диабла 4, то просто-напросто кодов не будет. Продолжаем развивать тему кодов. Мне недавно рассказали такую интересную информацию касательно компании Sony, что они решили вытворить с кодами. А просто-напросто то, что какие-либо коды для каких-либо игр, какие-то там бонусные, быть может, коды, если где-то они присутствуют, их просто-напросто нельзя активировать для аккаунтов, находящихся на территории санкционных стран. То есть, быть может, компания Blizzard, Microsoft, возьмёт себе на вооружение такую интересную функцию, и, быть может, мы это увидим. Но, надеюсь, мы это не увидим, и нас это обойдёт стороной. Очень-очень сильно на это надеюсь. Как-то так получается. На этом всё. Уверен, после всего услышанного у вас стали какие-то вопросы. Быть может, что-то в голове сгенерировалось интересное. Дайте знать об этом в комментариях, пообщаемся на счёт этого с вами. Про стримы не забывайте, пообщаемся немножко на эту тему. Ну, не всё время стримов, но чуть-чуть можно так уж и быть. На этом всё. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова